На ваших глазах истекли последние секунды первого для березняковских спортсменов матча. Игра со сборной из города Химки была во всех смыслах жаркой и закончилась с разницей всего в 4 очка не в нашу пользу. Сразу после состоялась торжественная церемония открытия турнира. От слов быстро перешли к делу и вот на поле с ребятами из Краснодара уже играет вторая березняковская сборная. Еще до матча тренер команды соперников рассказал, что они приехали сюда не за победой. Ну это тренировочное, наигрывание каких-то систем и прочее. И само соревнование, просто мы первый раз здесь в Березняках. Само вот это, почувствовать дух соревнования, воспитать какие-то качества. Да и думаю для мальчишек просто интересно посоревноваться, поиграть. Неизвестно, что повлияло на ход матча. То ли не победный настрой краснодарской команды, то ли наши ребята оказались им не по зубам. Но спортсмены из Калибаскета быстро выбились вперед. Наши ребята не оставляли соперникам шансов прорваться к кольцу. В итоге через 40 минут игры счет был разгромный – 71-30. Насрались как на все игры, как на официальные соревнования. И тренер сказал, играйте красиво в баскетбол. Но мы хорошо настроились. Соперники достойные, но мы лучше играли. Три дня, 13 игры за плечами. У спортсменов Калибаскета 2004 года рождения ни единого проигрыша. Прошло уже четыре игры и практически во всех разгромный счет. Но спешу заметить, что эта команда с самого начала была вне конкурса. А все потому, что спортсмены на целый год старше и опытнее других участников турнира. Наша цель была подготовка к предстоящему полуфиналу, борьбе за выход в финальную стадию чемпионата России и поиграть с командами. Плюс, конечно, составили четное количество команд, чтобы было более интересно, больше расширенный состав участников турнира. В своей последней игре с Новосибирском сборная вновь показала блестящий результат. А между тем, на трибунах своей последней решающей игры ждут еще одни березняковские ребята. Им предстоит игра с Нижним Тагилом. Мы выиграли все игры, кроме первой. Мы просто желаем победить в этой игре, потому что эта игра за первое место у нас. Если мы выиграем, мы с вами первое место, если проигрываем, то третье. Желание победить, мощная поддержка болельщиков и, конечно, бесконечные назидания тренера все-таки принесли свои плоды. Сборная «Колейбаскета» 2005 года рождения обыгрывает соперников из Тагила на 26 очков и забирает в этом трехдневном турнире мужества и выносливости заслуженный победный кубок. Второе место заняла команда спортивной школы «Старый Соболь» из Нижнего Тагила. Третье место у команды спортивной школы Олимпийского резерва номер один города Химки. По итогам турнира звание лучшего игрока получил спортсмен из «Колейбаскета» Бузвалин Руслан. А лучшим защитником признан игрок команды «Колейбаскет» Ивлев Арсений. Ну а сборной 2004 года рождения мы желаем удачи на предстоящем полуфинале чемпионата России, который состоится в Новосибирске буквально через неделю. Анастасия Лакман, Степан Некрасов. Новости Верхниками.